Я думал, что я настолько жесткий тренер и настолько поддерживаю дисциплину, хотя это так и было, но оказывается, теперь, когда я с ними общаюсь, они взрослые дяди, я взрослый человек, они мне рассказывают такие вещи, которые я не мог даже предположить. Вот, поэтому проказники они были, кажется, еще те. Но мне, например, вспоминается такая история, связанная с любимцами нашего города, это Беслан и Руслан Аджиджал. Было какое-то торжество, и мы с руководством решили пойти в самый элитный ресторан в те времена, это были 90-е годы, у кинотеатра «Заря». Там был ресторан, я не помню, прекрасная кухня, сервис, все. Заходим, поднимаемся на балкон, смотрю, Руслан Аджиджал выбегает, увидел меня, затушевался, испугался. А там зал отдельный. Мы зашли, начали, кажется, делать заказ, официант подходит принимать заказ. Я говорю, а вот сейчас вышел молодой человек, он что за... он говорит, а он вот стол заказал на вечер, здесь, кажется, вот гостей будет 12 человек. Я говорю, да, ну тогда принесите мне, пожалуйста, все, что он заказал из спиртных напитков. Ну и через 10 минут, кажется, пошло виски, шампанское, вот это все. Мы сидели долго, так и не явились, кажется, вот, поэтому это тоже, кажется, такое. Ну а что запомнилось больше всего, это всеобщая радость народа, ликование, вот. Торжественный вечер, кажется, в областном драматическом театре, присутствие губернатора, присутствие почетных гостей, кажется, из Москвы, это радость, вот, радость. Мы были настолько едины, кажется, все это, и наши руководители, потому что, когда говорят, вот вы тренер, который вывел команду в Ишвилигу. Да, я как тренер вывел, но это плод усилий, не одного тренера, это плод усилий массы людей, кажется, это и губернатор, который благоволил, кажется, команде, это и профсоюзные по тем временам, это и болельщики, кажется, потрясающие, которые не давали, вот, кажется, стоять. Поэтому это запоминается, кажется, надолго, на всю жизнь. Хотелось бы пережить еще в Калининграде, кажется, и я думаю, что это должно получиться у вас.